На РБК УФА время. Самая актуальная информация к этому часу. В студии Арина Мирная. Здравствуйте. 1 миллиард 200 миллионов рублей получили предприниматели Башкортостана на развитие малого и среднего бизнеса в прошлом году. Объем господдержки превысил показатель 2018 года в два раза. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщила председатель Госкомитета по предпринимательству Римма Бойцова. На фоне сокращения количества субъектов малого и среднего бизнеса в России, в Башкортостане их наоборот становится больше. За год в регионе появилось более 26 тысяч новых предприятий. Всего на предпринимательских часах в районах республики рассмотрено почти 3300 бизнес-проектов. Общий объем потенциальных инвестиций – 323 миллиарда рублей. Власть максимально открыта и готова создавать условия для ведения бизнеса, что сюда можно приходить и предпринимателям из других регионов. То есть это вот ключевая задача, которая все-таки была выполнена. То есть произошел такой разворот на 180 градусов в сторону предпринимателей. В рамках поддержки республиканского бизнеса к 2024 году центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» появятся во всех районах и городах Башкортостана. В настоящее время два работают в Уфе, еще один в Нефтекамске. В 52 муниципалитетах курсируют так называемые мобильные офисы. В Башкортостане активисты Общероссийского народного фронта проверили 64 фельдшерско-кушерских пункта. По каждому из них выявлены замечания. Информацию по итогам мониторинга представили члены регионального исполкома ОНФ. Как рассказал его руководитель Виталий Брыкин, особое внимание активисты уделяли ремонту и строительству дорог у ФАПов, которые финансировались из федерального бюджета. По итогам проверки общественники забраковали три дороги в Ишимбайском районе и одну в Стерлитамаке. Также члены ОНФ отметили, что не во всех фельдшерских пунктах есть полный комплект оборудования. Все замечания направлены в Минздрав Республики. К слову, в Башкортостане к 2024 году необходимо модернизировать и оснастить 330 ФАПов. Работу по мониторингу ФАПов нам интересно, как они будут оборудованы, нам интересно, как они будут строиться, потому что у нас на следующий год запланировано, что будут как строиться на федеральные деньги ФАПы, так и на региональные деньги. Все вопросы строительства мы будем контролировать, будут контролировать наши активисты на местах. Все недостатки и недочеты по этим ФАПам мы будем отправлять в соответствующие ответственные органы. В настоящий момент в Башкортостане действуют чуть более 2000 ФАПов. В планах ежегодно ремонтировать около 100. Помимо этого, в рамках реализации федеральных программ в Республике построят еще 6 дополнительных пунктов на сумму 23 миллиона рублей. Ради Хабиров раскритиковал чиновников за бразильское мясо в школьном питании. О продукции из Латинской Америки, которым кормят школьников Кушнаренковского района, сообщили в контрольном управлении главы республики. В ходе проверки качества детского питания выяснилось, что муниципалитеты не производят закупку продуктов у местных производителей из-за нехватки убойных цехов. Для производства школьных обедов использовался коллагеновый говяжий белок и замороженное бескостное говядина бразильского происхождения, сказано в сопроводительных документах. Сейчас поставки этого мяса в школьные столовые Кушнаренковского района запрещена. Глава региона дал поручение продолжить проверки качества школьного питания, тем более, что на это обратил внимание президент страны в послании Федеральному собранию. Проблемы в школьных столовых могут стать поводом для служебного несоответствия чиновников на местах, подчеркнул Ради Хабиров. 89% жителей Башкортостана провели новогодние каникулы дома, а 3% выезжали за границу. Результаты опроса публиковала служба исследований компании Headhunter. При этом только 19% жителей республики в целом поддерживают идею о сокращении новогодних каникул. Это самый низкий показатель среди регионов в среднем по России. Чаще всего за урезание выходных высказались мужчины, респонденты от 45 до 54 лет и работники предприятий сельского хозяйства, транспорта и логистики, топ-менеджеры. На прямой вопрос, что нужно сделать с новогодними каникулами, 19% респондентов из Башкортостана ответили сократить или ликвидировать. 56% хотят оставить все как есть, 25% увеличить каникулы. Оказалось, что большинство наших соотечественников и большинство жителей Башкирии провели новогодние праздники дома. Интересно, что больше всего домоседов у нас оказалось среди респондентов, представляющих сферу производства и сельского хозяйства, также среди представителей сферы науки и образования и среди представителей сферы закупок. В заграничные поездки чаще всего в новогодние праздники ездили сотрудники банков, но в поездки по России чаще всего отправлялись представители сферы искусства и масс-медиа. Мы считаем, что многим, конечно, не удалось, возможно, в эти праздники куда-то выбраться, просто потому что в новогодние каникулы приходилось работать. В Headhunter добавляют, что немало и тех, кто продлевает себе отдых за счет отгулов или отпуска. Так поступил 21% россиян, причем 14 из них предпочли уйти на каникулы раньше. Этот вариант предпочтительнее с финансовой точки зрения, считают эксперты. К этой минуте вся информация. Оставайтесь с РБК.